здравствуйте уважаемые друзья дорогие подписчики саламу на ким сегодня мы опять сталкиваемся опять много вопросов по патент опять снова нужно платить не нужно платить ради вас сделали сегодня официальный запрос не знаю вам сейчас видно будет или нет в москву то есть главного управления официальный запрос получили показываю всем главного управления мвд россии по городу москве то есть исполнительный является вершагин рассказываю мы запросили чтобы дали порядок осуществление трудового деятельности чтобы разъяснили порядок авансового платежа нужно платить не нужно платить сегодня мы запрос получили официальный запрос и поясняя следующее что многие пугаются боятся что ее заставляют обязывать платить некоторые регионы поступают других регионов информации что в миграции в трудовой миграции говорят что нужно платить что данный указ постановление про и правительство распространяясь на те граждан которые не планируют аж лет трудовую деятельность после 15 июня кто планирует и кто хочет оставаться им говорят что нужно будет оплачивать авансы платежи то есть ответ содержит следующее управление внешне трудовой миграции до гумады мвд россии рассмотрев наше обращение разъясняет разъяснение порядка уплата фиксированного авансового платежа на на доходы физических лиц по патенту то есть соответствии с пунктом г указа президента номер 74 ами о временных мерах по революции иностранных граждан на период с 15 марта по 15 июня включительно приостанавливаться течение сроков 10 отдельных документов у которых в указанный период истекает срок действия и также пишется в том числе патенты вот я вам показывать будет вот так вот то есть данное положение до указано распространение иностранных граждан которые после 15 марта двадцатого года перестают оплачивать ндфл установлен порядке установлен размере связи с приостановкой течение сроков 10 патентов он остается действительным остается действительно в указанный период а также спит на после 15 июня двадцатого года причем оставшийся срок его 10 будет исчезляться путем к добавлению 16 июня выпадаешь на 15 марта с 15 марта по 15 июня за который иностранным гражданам был оплачен ндфл то есть 15 у кого истекает срок то есть приходят до срок нужно пол оплачивать за патент аванс оплачивать с 15 марта по 15 июня иностранные граждане которые не оплатили патент до 15 июня остается действительным понимаете официальный ответ с мвд для граждан которые много задают вопроса да что нужно платить не нужно платить вместе с тем положение указа не распространяется на иностранных граждан до 15 марта двадцатого года оплатишь ндфл на срок превышаешь установлен указом период то есть граждане имеющий патент которые оплатили грубо говорят до 15 марта оплатили например 10 марта на 4 месяца до до июля на них данный указ не распространяется то есть у них как оплатили до 4 до 4 за 4 месяца таки будет патент будет действительным одновременно отмечая что в соответствии потом ну вместе с положением указа это я вам сказал что также одновременно они отмечают что в соответствии с пунктом а пункта 2 указа президента впервые с 15 марта по 15 июня работодатели имеет право привлекать работников иностранных работников то есть не имеющие патентов то есть не имеет значения цели везда работа частные да они имеют право привлекать без патента работодателю таких лица не могут работать без патента также это касается работодателей который привлекает иностранных работников с них не стимается обязанность увдомления о заключении расторжения трудового договора то есть они обязаны подать то есть привлекли гражданина да не работают копает у него землю копает бетон заливая у них нет патента но в течение трех рабочих дней работодатель до обязан увдомить почтовый моделемен либо в территориальный орган лично подать о заключении расторжения трудового договора случае неподачи статья 18 15 неподачу увдомления привлекаясь от 2 до 5 до 4 тысячи рублей это вот про патент также официально запросом получали наша коллега писала то есть также обращение пишется что в исполнении указа президента российской федерации от 18 апреля до двадцатого года что течение срока действия патента срок 10 который стекает с 15 марта по 15 июня до до окончания указан 90-дневного периода в обозначенный период в обозначенный период мвд разъясняет в обозначенный период обращаться для продления срока действия патента а также производить оплату авансов платежа по налогу на доходы физически не требуется уважаемые граждане требуется связи с простановка в течение срока действия патент с 15 по 15 июня патент остается действительным после 15 июня причем оставшийся его срок здесь будет исчисляться путем добавлен к 16 июня то есть 15 марта по 15 июня авансы платежи в обозначенный период не нужно производить у вас патент остается действительно до 15 июня то есть вам нужно будет 14 июня обязательно оплатить за патент также насчет про патент я думаю пока закончим и поэтому еще на узбекском языке расскажу что сегодня вот продлевали временная регистрация постановка на учет юридически правильно называется у кого истекает срок временное пребывание в указанный период в произвольной форме такой произвольной форме пишется заявление прошу продлить постановку продлить времен срок временного пребывания что на основании указа президента номер 204 274 что также что нет возможности выехать на основании этого указа продлевать срок временное пребывание пишется просто заявление произвольной форме также территориальный орган офмс продлевает вам миграционный учет до 12 мая что три дня остается ой 12 июня продлевается и также кто например не продлевает принимающая сторона это не является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 18.9 уап российской федерации кодекс области правонарушения так как указанный период уже получается с 15 марта если у вас заканчивается регистрация именно 20 марта и вы не идете продлевать регистрацию то есть до постановку на учет до 15 июня это не будет являться для привлечения к ответственности принимающую сторону то есть вы легально находитесь потому что с 15 марта по 15 июня все сроки 10 замораживаются они продлины автоматически на этот срок на этот период на три месяца а кто желает например продлить временное пребывание принимающая сторона то есть хозяин до хозяин дома приходит пишет произвольной форме заполняет бланк уведомления его нету здесь вот сегодня получили заявление это например алтайский край барнаул до связи начальнику такому пишется заявляет связи с изменением срок время пребывания на территории федерации прошу продлить срок временное пребывание гражданину республику узбекистан рахим жанова и такой такой мышки паспортные данные такое что срок действия постановки закончился 15 марта основании указать 274 до такого числа и все больше ничего не надо будет а что для тех граждан которые задают вопросы что все сотрудники также внешне трудовой миграции говорят что нужно будет оплачивать это они несут бред официальные вот официальные были запросы в электронном виде вот они получены коллега моя писала это вот я обращал личное обращение писал ответ получили город москва главное управление внутренних дел по вопросам миграции любом случае также на судебную защиту никто не ограничивает гражданин имеет право подать также на суд на неправомерные действия сотрудников полиции трудовой миграции поэтому уважаем граждан не нужно ничего бояться указанный период я вам разъяснил как правильно поступать оплачивать что-то они все замораживается что патент именно с 15 марта по 15 июня остается действительным также в обозначенный период производить авансы платежи не требуется теперь расскажу на узбекском я набрала рассолом алейкум азиз кадыр дом вот так он на ропу полна ропу полна репу лар и киркуляр и киркуляр в зависящий интервью роман в зубин калика мыс губин на нас бравточок полду главного управления министерства внутренних дел я запрошу на тянны просим что что нахаж на кабуле сотрудники полиции лар и патент не требуется что я бы разъяснение сурады главного управления бизга чтобы айты берзен тюляшки раем тюлямашки раем официально запросто ответа лгаммас что сз заявление на основании президента указа президента киевизит миштюр я карать что в течение срока патентных срок патентных срок патентных срок патентных налог тюляшки раем эстеги зальген в бузынеке бюн официально оганымыз язык чыльян трудовая деятельно шина по шиноган сезеке шинога миграционный службы дэн көріп чылья в сатвесе с пунктом пункт гэ карата указ президента российская федерация 18 апреля 2020 дэн хара распространено коронавируса на период 15 марта гэча включителна хамма чечень срок лад тохтат лады в том числе патент дэн гэ дэн гэси данный положение указа нераспредвенна иностранных граждан которые оплатили вам после 15 марта перестают платить то есть имена айшу указ он бешенши марттан кейн гэ төлэмагян ода млагэ распроцэнэсэхэллэн агэрдэ фхоро он бешенши март гэча март 10. март, 5. март, апрель ойда, 3 ой, 3 ойга тюляп койген боса, ула гешне закымайд. Ула нэки срок кэкшлог, тэкэкэти вера дэ. Лекин 2. март ойдан, апрель ойга тюляп койген боса, май ой, март ойдан, апрель ойга че, 3 ой минус кэленып, она шо 3 ой тюлянген, 3 ойлэгэ, июннэн, кошэлэдгэн дэгэн гэпбор, лекин официальный запрос хозырча ёк. Официальный запрос олсақ, абязатимны аллауқага чығамыз. Яғни видеолар блаға кудо холаса. К связи с перестановке течені срокы времен пребывания, яозылгэн патент 15 марттан 15 июнэча патент тюлямэгэлләнкі патенті десвітіліні қолады, стопланмайды, күйіпкетілмайды, за каторы иностранным бұл аплачыдан аллог. Местисем, так бұну айты бердім, сіздай я кейін, патенті йоғлар одаң. Миграционны картасыда, чығарадан өте әткені, миграционны картасыда часыны чызылгэм, работа чызылгэм, госты чызылгэм, но факт, хазыргі моментда патенті йоғ одаңлар, регістрасазы бар му, йоғ му, ні фарқы йоғ, чүнкі афтаме чызылгэм, ішіләшкі хақта бұр. Нәу приеттің, ішіләткен чоуыңызда, рабада дәкіл, Ишке оған одам, ішбереген одамі, А если вы не любите это, то, что вы не любите. Если вы не любите это, то, что вы не любите это. В этом году мы получаем много вопросов. Мы получаем много вопросов. Мы решили оформить право. Главный правильный момент сегодня осталось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому, уважаемые друзья... На этом все... Берегите себя и своих близких... Скоро будет новое видео... Посмотрим еще... Что будет новшество... Обязательно выйдем... Поэтому я сегодня разъяснил... Про авансы, платежи, патент... А также про временное пребывание... Постановка на учет... Всего доброго всем, друзья!